Ну что ж, привет, привет, мои дорогие! Я сегодня выбралась на прогулку по офисам. Посмотрите, какая у нас тут красота. Голубое, как вы видите, безоблачное небо. У меня над головой строящиеся и уже построенные офисы. Но, посмотрите, какая тенденция в Америке. Людей практически нет. Ни практически, ни фактически. После ковида работают, наверное, в офисах на процентов 40, а то и меньше. Работников, рабов, как я их называю. Но сейчас вот время как раз-таки обеденное. И вот ни одного человека я не увидела, который бы какой-то там ланч шел. Давайте перейдем дорогу. Выезжают с этих офисов 2-3 машины. И не больше. Внутри никаких столовых таких вот нет. Поэтому работники ездят здесь недалеко у нас. Маркет-баскет магазина, где можно посетить какие-то кафетерии. Ну и неплохо пообедать. Ну вот, как вы видите, мы уже идем 3 минуты и никого нет. Там вот какой-то одинокий дяденька-спортсмен бежит. Здесь вот в новых офисах. Я даже очень сомневаюсь, что кто-то купил здесь для своего офиса помещение. Хотя, как рекламируются вот эти вот люди красивого-красивого офиса нового. Здесь все создано для того, чтобы делать какие-то интересные, делать какие-то интересные выводы, делать какие-то интересные такие вот опыты. Здесь для этого все лаборатории есть экологически чистые на Веймонт-стрит. И для, как я уже говорила, работников все идеальные условия. Посмотрите, как здесь можно хорошо отдохнуть, когда свой опыт, например, закончит какой-нибудь работник. Но нет никого, ни души. Максимум, что может быть, это выбежит охранник и скажет, что это правит территория. Поэтому не засиживайте здесь. Ну, а мы с вами, конечно, сильно засиживаться и не собираемся так немножечко отдохнем. Отдохнем. Посмотрите, какая чудесная весна в Массачусице, в нашем любимом. Цветут вот такие вот, смотрите, ту ли это барвинок фиалочного цвета. Такая вот красота. Ребята, я прошу вас, держите со мной хоть какую-то элементарную обратную связь, чтобы мои слова не были какими-то просто в никуда. Пишите комментарии, пишите отзывы, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мне очень интересно общаться со всеми людьми. Даже когда какие-то непонятные комментарии мне ставят, я их стараюсь даже не удалять. Ну, во-первых, это повышает рейтинги. И чем больше комментариев, хороший или плохой, тем больше людей узнает о том, как я здесь и как мы здесь, русскоязычные американцы, живем. Ну, а что касается хороших отзывов, которых очень и очень много, спасибо, ребята, что обо мне помните. И если вам интересно что-то про нас, русскоязычных американцев, ну, конечно же, в частности, я отвечу на любые-любые ваши желательно культурные вопросы. Все-таки за границей переходить, личности не нужно. Напишите внизу, как вы сами поживаете и где. И работаете ли вы сейчас в офисе или также онлайн из дома. Например, мой супруг, пока я здесь прогуливаюсь, сейчас работает онлайн. Работает он Oracle DBA по профессии. Ну, и поэтому это сложная такая вот умственная работа. Поэтому я могу себе позволить делать для вас небольшие такие вот видео. Ну, что ж, пойдем дальше. Так как мы с вами люди приличные, мы пойдем по тропиночке, которую для нас здесь специально дизайнеры сделали. Хочу сказать, что вдоль этой улицы расположены офисы довольно-таки одной известной французской компании, которая производит... Что бы вы думали? Нет, это не косметика, это оружие. Оружие, да. Окей, вот они, эти французские компании оружейные, приехали в наш Массачусетс и открыли свои офисы здесь. На работу туда принимают только супер каких-то там проверенных людей, у кого, как я поняла, нет родственников за границей. И, соответственно, никакие секреты они не могут донести ни до кого. Ну, хотя, как нам показывает история, что нельзя купить за деньги, можно купить любую информацию за очень большие деньги. Поэтому никогда не говорим «никогда». Так, ну что ж, что здесь еще интересного есть? В основном Массачусетс, конечно, компании, айтишных компаний очень много. Главный офис БОС. Сейчас он, по-моему, уже переехал. Они были во Фраменгейме, городе. А, у меня там, кстати, знакомая работает. Кстати, работают они тоже на оборонку, на оборонку Америки. Знакомая россиянка, ура, патриотка. Ну, вот так вот работает все равно на американскую компанию БОС, так как у нее два гражданства. Ну, то есть очень много россиян. Они и россияне, и русские, и американцы. И они работают с компаниями здесь, в Америке, связанные с оборонкой. Ну, не так вот напрямую, как по-французской, например, компании, когда там конкретно делают оружие. Нет. Они просто делают какие-то или наушники. и программы для этих компаний. В основном это айтишники. Ну, что ж, ребят, простим мы их за это. Что же делать? Они все равно наши соотечественники. Так. Здесь вот такие вот злачные места есть. Грязные. И народная тропа, естественно. Сквозь них проходит, через них. Которые. Мы прибираемся вот сюда. Все, все, все. Здесь уже работников, ну, немножко побольше. Какая-то, по-моему, по-моему, какая-то корейская здесь фирма. Не знаю, что они и чем занимаются, но, скорее всего, тоже какая-то айтишная компания. Повторяю, здесь айтишных компаний, как собак нерезанных. Это золотое дно в Массачусетсе. Поэтому мы приезжали, открыли компании. Так вот. Ну, это называется дают работу люди. А людей здесь, как вы видите, тоже нет. Хотя все очень чистенько, красивенько. И столики такие вот обеденные стоят. Приличные. Ну, здесь мы уже с вами были. Скоро здесь будет очень и очень зелено и красиво. Но пока вот так вот. Вдалеке уже двух работников. Но, видимо, совсем нельзя было не приходить на работу. Со своими коробочками идут кушать. Молодцы. Пожелаем им приятного аппетита. Меня здесь однажды выгнали отсюда. С этого места. Понимаете, такая камера наверху в виде душа или фонаря. Сейчас покажу вам ее поближе. Причем выгнала какая-то охрана. толстенькая такая. Ну, как выгнала? Она спросила, работаю ли я здесь. На что я ответила, что я житель этого города и вполне имею право находиться на этой территории. Я не в офисе сидела, а на скамеечке никого не трогала. а по закону я имею право здесь отдыхать. Не только как житель города, а вообще. То есть несколько метров от где-то метра три, по-моему, от здания это считается правит территория, а уже метров двадцать от него это уже не правит совершенно. Тем более, здесь, как вы видите, нет ни одного знака, указывающего на то, что люди без бейджей, не работающие в офисе, не могут сидеть на скамейках. Все они могут. Поэтому вновь прибывшим людям заявляю о том, что если к вам или в дом стучатся какие-то непонятные люди, вы можете не открывать им дверь, естественно, если это не полиция. А если они прям ломятся к вам, посылайте их на наши русские три буквы, переходите на русский язык. Это вообще очень почему-то сразу. почему? Потому что они не понимают, о чем мы говорим. Переходите сразу на русскую речь. Для американцев она такая очень грубая. Эти ГРМ наши буковки. Поэтому я думаю от вас сразу отстанут. Но пускать никаких слесарей, сантехников без предупреждения и прочих там служб или там сейчас знаете очень популярно ходить и заставлять вас купить, уговаривать вот эти батареи. Здесь же зеленая энергетика на всю голову развивается. Не открывайте им двери. Иначе просто они отнимут минут десять свободного вашего времени. Мы с мужем уже знаете просто начали практиковаться в разговоре. То есть пытаемся переубедить уже их. Но это уже наши такие тараканы в голове. Мы на английском пытаемся переубедить этих вот селлеров и пытаемся сказать им, что все, ребята, хватит приходить к нам домой с этими своими батареями. Батареями. Ну у нас вот такая вот задача партии озеленить Америку каким-то альтернативным решением прийти. Ну хорошо, давайте мы за это простим нас американцев. На днях я делала такое вот знаете небольшое видео. Шептала там. Как вы поняли это было юмористическое видео на тему как не лохануться, как сделать так, чтобы вас не развели в Америке стоматологи, врачи. Я еще несколько видео задумала на эту тему, потому что ребята вот реально те люди, те соотечественники, под словом соотечественники, я обращаюсь к людям, приехавшим из стран бывшего Советского Союза, то есть все наши 15 республик без исключения. Послушайте меня без исключения. Большая просьба к вам не бойтесь, вы уже в Америке, расслабьтесь, не нужно извините за мой французский язык, рвать попы на каждом повороте и бороться за что-то не нужно. Расслабьтесь. Единственная просьба к вам не дайте себя обмануть. Очень много, очень много аферистов. Под словом аферисты я не говорю о людях каких-то там ненормальных, которые там зло хотят принести вам, но под словом аферисты я говорю о тех людях, которые хотят на вас заработать. Они знают, что иммигранты приезжают без денег, без денег, да, ну или там с какими-то копейками, и вам такие песни здесь будут петь про то, что американцев ещё дороже или там к примеру лечились бы в своей там на Украине или в своей России. Не ведитесь на эти разговоры. Примите свою такую вот знаете точную позицию, которая соответствует вашей реальности в жизни. И не нужно грузиться в английский язык. Не нужно этого делать. Если вы на нём не говорите, не нужно бежать, прям учить его по 15 часов в день. У вас знаете, что произойдёт? Вы забудете свой родной язык. Это ещё хуже. У вас просто исчезнут сознания, образы, которые вы создавали в голове на своём родном языке. Это хуже, чем вы учите английский. Гораздо хуже. Вы потом просто запутаетесь. Ваша психика сорвётся. Учите английский язык постепенно. Как и любое дело, его нужно также учить понемножку. Там где-то сказали одному американцу правильно, неправильно. это его проблема, понимаете. Не нужно стесняться. То есть подходите, как ваши дела, замечательно, спасибо, до свидания, всё. На день достаточно. Просто слушаем хотя бы полчаса английскую речь. Ну, и потом по чуть-чуть, по чуть-чуть, если вы будете общаться. Язык, он же живое существо. О нём нужно разговаривать. Если я, например, не разговариваю на английском, откуда-то я его и буду знать. Нет, конечно. Я постараюсь оставить русский язык. Но не нужно прям, вот знаете, с пеной у рта с дымом из одного места гнаться за этим языком. Он для вас всё равно чужой будет и через 20 лет тоже вы будете думать о на своём языке. На своём языке. Вот ещё один работник идёт. Тоже хочу сказать, здесь не все американцы, здесь очень много приезжих, потому что Америка это страна всё-таки эмигрантов. Ну и многие люди выучили, и вы также выучите этот язык со своим акцентом. Ну да, не будете там стихи писать, но немножко говорить на нём будете. мальчишки и девчонки, ещё раз повторяю, если кому-то нужна информация о том, как попасть в Америку, что у нас здесь, как мы здесь живём в пределах разумного, я вам обязательно, обязательно напишу, может быть, даже на вашу почту, в личку куда-нибудь, никто меня не останется без внимания. Ну что же, посмотрите ещё раз, как у нас красиво в Америке, как у нас сейчас красиво чистенько в Массачусице, этого, конечно, у нас не отнять, и мы следим всё-таки за порядком, и стараемся по мере возможности делать самое лучшее для нашей новой родины. Вот так вот. Ну что ж, пойдём дальше. скоро вот здесь вот кустики, кустики, кустики такие красивые, красивые, мы с вами придём, когда здесь будет более всё такое зелёненькое, посмотрите уже на деревьях почки, потихоньку природа просыпается, сегодня я когда шла пешком в офисы, знаете, на фронт-ярдах столько много этих цветочков, столько много всяких подснежников, просто глаз радует природа. Вон берёзка Массачусетская, Ну что ж, пучки, давайте немножко подерём. Вот такая вот североамериканская берёзка. Ну везде здесь камеры, конечно, как вы видите, на 360 градусов всё это защищено. Ну пустынно. Тяжёлую технику нагнали. Вся эта территория раньше была таким вот одной, одной и такой одной большой фермой. Поэтому потихоньку, как я уже вам рассказывала, под постройки, под офисы всё это распродавали. И вот наш город именно этим и славится, что здесь от 95 дороги в общем-то рукой подать. И инфраструктура, конечно, города налажены. Автобусы ездят до Бостона, до Кембриджа. то есть у нас так вот выходишь из дома, спускаешься к дороге, садишься в автобус и через 20 минут ты в Гарварде. Хороший колледж. У нас даже шутка такая была. Ну куда поступать ребёнку? конечно в Гарвард на автобусе можно сесть и доехать и не морочить кофу. Ха-ха. Знаете, какие почки уже. Красота. Кстати, здесь вот ещё была вербочка. Я её потом надеру, как я уже говорила, к первому воскресенье, если она не обвалится совершенно. А через вот эту вот тропу можно пройти к пруду. То есть это вот видите, там такая бурьяна всё поросло, какие-то деревья чутка. Непонятно. Вот эта вот часть совершенно никто не трогает, потому что мы отдаём так дань природе. Там и гости, и утки, и койоты какие-то живут. Много-много птиц. На такой территории нужно оставлять место для животных. года четыре уже, по-моему, назад начали строить хай-скул новую в городе Волсон. Алиса уже не попадает в неё. Но, тем не менее, когда-то она откроется. То есть была такая целая рекреэйшн. и потом просто выкупили эту часть, на которой сейчас строится хай-скул. Зарвали гору, почистили место и строить сейчас школу. А вот совершенно не позаботились о животных, которые там жили. И в городе бегают койоты. одеваться некуда. Они раньше жили в этой эре. Сейчас там будет школа. Местные жители пытались выставать. Но, знаете, когда идёт разговор о больших деньгах, уже даже в Америке никаких местных жителей не слушают. Так как здесь капитализм и всё-таки всё-таки на таком уровне решают деньги. Смотрите, как строят в Америке скворье очередной. Сейчас покажу. Тоненькие, тоненькие стиночки. На днях в Луизиане прошу такой сильный торнадо. Смерч. Всё расфигачил там. Неудивительно, потому что если вот так строят, если дунет ветер, это всё упадёт. Стоят единственное, что вот такие кирпичные здания прочные. А вот это вот всё разлетается на ура. у нас нас очистится сильных торнадо нет. Поэтому здесь можно построить такие скворечники. здесь тоже не так много машин. Люди чем-то занимаются. Софт, кто тут у нас? Софт ворлд у нас тут сидит. Это всё этишные компании. Вот они вместе сидят мирно возле пруда. Кстати, в этом пруду живут черепахи. Там вдалеке серые цапли. Она вышагивает и вырискивает колокошек. Вот такая цапля. хорошо, конечно, что этот пруд оставили. Значит, куда бы прилетела эта серая где она? она цапля. Давайте полюбуемся немножко. Чирикает, стучит. Такая вот у зерей урбанизация деревни нашей. полный обход ходит. Я помню время, когда у нас в Ташкенте Наташ Сельмаш строили девятиэтажки. я ходила я ходила в 510 садик. У меня там и бабушка и мама в этом садике работали. Мама музыкальным работником работала. и я помню как раз такой вот звук стройки. Так что у меня вот эти тук-тук всякие связаны с детства. Именно с Таш Сельмаша. Для незнающих Таш Сельмаш это Ташкентский завод был такой. Производили хлыбкоуборочные машины. Ребята с Таш Сельмаш всем привет. Всех помню, всех люблю. И душой всегда с вами. Также второй Сельмаш проезд и 22 авиакородок. Ребята, но по сарам. давайте я вам покажу вербочку. Здесь что-то прям уже кстати цапля полетела 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 цапля полетела Так вербочка вот у нас здесь вы видите уже она облетела серебряная такая красавица красавица так на черепахе еще наверное не проснулись поэтому мы не будем их искать я очень люблю такие дни в Массачусице это вообще удачный день потому что здесь погода меняется в Нью-Ингленде быстро в течение дня может быть и солнечно и дождливо и пасмурно еще какой-нибудь снежочек пойти то есть пословица если вам не нравится погода в Новой Англии подождите через там 20 минут она изменится это вот про нас а сегодня видите не ветра и уже долгое долгое время погода не меняется но вот сейчас немножко ветерочек подул вечером обещали небольшой дождь это хорошо люблю весенний дождик очищающий так ребята напоминаю что у меня дочка выпускает купальники под брендом keyxgswim.com поэтому если кому-то интересно заходите на инстаграм ссылочку я оставлю внизу заходите на сайт смотрите покупайте купальники шикардосные на мне проверенные мы недавно зашли в магазин под красивым названием victoria secrets и я просто просто поразилась как какие дешманские вещи там продают сейчас то есть та victoria secrets которая была раньше уже совершенно не та это какой-то непонятный такой вот чертизон стал все подряд там продают и красоты уже нет к чему я это говорю на манекене был купальник дизайн купальника черного чем-то напоминающий купальники бренда keyxwim.com но когда я начала смотреть внутреннюю сторону этого купальника какими нитками это все было прошито и какая ткань цена купальника была 98 долларов так как это victoria secret я просто поразилась просто поразилась поэтому сейчас в сша такая тенденция покупают не какие-то брендовые вещи ширпотребные а все-таки таких брендов как gsuit.com где небольшие выпуски небольшая партия и проверенные проверенное качество разные цвета и розовый и бирюзовый и красные желтенькие купальники единственный я бы сказала для кого-то плюс для кого-то минус конечно купальники на хорошую фигуру не на теток жирных у которых бока слисают а на девчачью на девчачью я имею ввиду не девочек до 30 лет а именно для женщин кто все-таки следит за своей фигурой не жрет сладости и булки по ночам вот для этих прекрасных леди созданы купальники бренда кейк джи свим помимо купальников еще есть худи которые носят для знаете после океана или после бассейна чтобы вам не было холодно бренда кейк джи свим выпустил такие вот теплые худи как как-то они называются опрос ну то есть вы искупаясь надели эту кофточку никакие ветра океанские массачусетса у вас не сдует с пляжа и ваше тельце будет теплее и защищено такая вот небольшая рекламка бренда кейк джи свим дот ком еще раз повторяю ссылочку оставлю внизу покупайте и поддерживайте наших соотечественников в США а я всегда здесь и с вами искренне ваша Евгения Гончарова пока 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 Продолжение следует...